На одно из награжденных сегодня производств, кстати, отправилась наша съемочная группа. Тепличный агрокомплекс в Ясентуках привлек наше внимание экологичным способом обороны растений. Вместо химикатов с реведителями борются насекомые. Какие именно, расскажет Ольга Блогина. Гектары стеклянных строений, огромные тепличные блоки, их замечаешь еще с трассы. Здесь, под прозрачными крышами, в промышленных масштабах, круглый год растут огурцы и салаты. Но теперь вместе с овощами в Ясентукском агрокомплексе разводят и насекомых. Мы выращиваем энтомофлаги. Это полезные насекомые, которые нам помогают в борьбе с хищными вредителями. Яркие лампы над лотками с зеленью. Битва добра и зла масштаба левши. Маленькие белые жучки на ростках пшеницы – это враг растений – тля. В ее тело откладывает яйца афидиус – асапаразит. Вот он, черный, с крыльями. Это уже практически готовый материал, где уже нет у нас тли. А именно мы видим, что находятся все по паре с афидиусом. В дальнейшем данный коврик будет перемещен в теплицу, где он будет уже работать, искать наш вредитель – это тлю и поражать ее. Из вот этих личинок вылупляются маленькие насекомые уже с крылышками. Да, да, с крылышками все, и начинает облет. Рядом тоже биолаборатория. И хоть она выглядит как теплица, выращивают здесь не фасоль, а полезных клопов. Они воюют с вредителями. Еще одно помещение – роддом для клещей. Амблисею с кукумерис живут в отрубях вместе со своими врагами – трипсами. Картину боя можно увидеть под линзами микроскопа. Более круглая особь – это и есть клещ, который уничтожает вредителя. А крепших живых насекомых расселяют по пакетам. Вот он запаянный, тут воздуха находится на трое суток. Пакетики крепят прямо к огуречной лозе на пораженный участок. Это гораздо безопаснее, чем обрабатывать рассаду химикатами, говорят агрономы. Это пятый блок тепличного комплекса. В сутки здесь получают от 8 до 18 тонн свежих огурцов. И весь процесс автоматизирован, даже передвигаются работники на вот таком транспорте между рядами. Во-первых, так удобно собирать листья, которые уже отслужили свое. Во-вторых, конечно же, так собирают и сами огурцы. Какие еще приспособления неожиданно пригодились журналистам на съемках в тепличном комплексе? Сколько горшочков с растениями помещается на одной клетке производственного блока? И как на 10 дней продлить жизнь купленному в магазине салату? Все это мы расскажем в программе «Право на землю» уже в эту пятницу в 20.00. Ольга Облогина, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.